Возможно ли заочное отпевание человека спустя несколько лет после смерти? Конечно, нет никаких для этого ни технических, ни канонических трудностей, если человек был крещён и не сподобившись отпеванию в время, непосредственно следующее за его кончиной, может быть отпет и в какие-то будущие времена. Только не надо переоценивать значение отпевания для души, поскольку понятия некоторых о том, будто неотпетая душа уже не найдёт покоя, совсем не основательны. Чин отпевания, как и другие погребальные молитвословия, хотя и, конечно же, свидетельствует о том, что у Бога все живы и сохраняется в Господе наше общение с почившими, сохраняется наша любовь к ним, являемая как раз в молитвенных о них воздыханиях. Но, тем не менее, сприспособлены они более всего для утешения самих скорбящих, оставшихся в живых, но встретившихся со смертью, потерей близкого для них человека. Именно так свидетельствует жизнь и обстоятельства возобновления своего гимнографического творчества преподобным Иоанном Дамаскиным, когда братья монастыря, в котором он проходил послушание, в котором он получил запрещение писать по промыслу Божию для некоторых особых целей Богу, одному известных, его вынужденное безмолвие по составлению богослужебных последований было разрешено игуменам по повелению свыше, как раз для утешения братьев, когда умер один из любимых всеми братьями монах. Тогда было составлено до наших времен дошедшее последование, которое сопровождает ушедшую душу в небесное царствие, а тело в землю, откуда оно и взято. Были во время наоны дискуссии в церкви, не является ли отпевание одним из таинств, но в число таинств не было. Это чинопоследование включено в связи с тем, что, как в других таинствах что-то существенное переменяется их действием в человеке, таинством отпевания, такой перемены существенной, каких-то благодатных вторжений не совершается. Конечно, действенно молитва об усопшем церковь, как о живых, так и о разделившихся с телом на время душах, прилагает свое молитвенное попеченье, да и каждый из нас в простоте и теплоте сердечной воздыхает, как о своих близких живых, так и о близких усопших, сознавая, что у Бога все живы. Но, тем не менее, определение о душе, прежде всего, сообразованное с ее собственным расположением в отношении Господа, это не меняет категорически. Многие из православных христиан, совершив свой жизненный путь, следовали за Господом. И веру в Него просим мы в молитвах заупокойных вместо дел вменить, потому что далеко не всегда отходят в вечность православные христиане, принеся и достойные плоды покаяния. Находясь в пути, не безупречно бывает и состояние христианина, а сказано самим Господом через пророка, чем застану, в том и сужу. И потому, конечно же, наша молитва бывает совсем неформальна. О прощении согрешений усопших, о том, чтобы был к ним Господь милостив, о том, чтобы упокоил их во Царстве Своем со святыми. И Господь не то чтобы нуждается в напоминании о необходимости быть милостивным, но принимает нашу молитву как свидетельство нашего собственного христианского расположения, как веры, опыт, проявляемый этими глаголами умилостивительными, как наше собственное братолюбие, проявляемое в этих заупокойных песнопениях и молитвах о наших ближних. Так что отпевать и можно, и нужно, ибо это церковная добрая традиция, но связывать недостаток или неисполненность до поры до времени этого чинопоследования с вечной участью человека, делать из этого какие-то печальные или трагические умозаключения, было бы неправильно. Таким образом, не отпевание отверзает двери в рай, но исправная христианская жизнь, покаяние и благоговение пред Господом. Но таинства Матери Церкви, которые являются напутственными еще живому брату нашему или сестре, исповедь причащения святых христовых тайн прежде исхода, вот те наилучшие для нас залоги будущего помилования и блаженства, ожидающие усопшего православного христианина в вечности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok